Добрый вечер, это программа «После новостей». Мы работаем для вас в прямом эфире. Через одну минуту, 50 секунд рекламы, мы вернемся в эту студию. Начнем разговор о схеме теплоснабжения Красноярска. Зачем она нужна? Кто ее разрабатывал? Какие основные болезненные вопросы по поводу этой схемы задают? Мы зададим эти вопросы генеральному директору Сибирской генерирующей компании. Не переключайтесь. Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев. Наш гость сегодня генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Варфоломевич Кузнецов. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Понятно, что основная тема, которая активно обсуждается в Красноярске последние полтора месяца – схема теплоснабжения. Но для всех было изначально очевидно, что это такой очень отраслевой внутренний документ для внутреннего пользования, для специалистов, которые во всем этом понимают. Для вас удивительно, что начались такие бурные обсуждения, в том числе среди общества? Да нет. Вы знаете, это далеко не первая схема теплоснабжения, которая касается нашей компании в сфере присутствия наших ТЭЦ. И поэтому у нас есть определенный опыт. Каждый раз, когда бы мы его не принимали, есть оживленная дискуссия, ибо она про деньги. И дискуссия-то всегда носит примерно один и тот же характер. Есть дешевые, выгодные, рациональные теплоисточники. И есть, ну так распорядилась, можно сказать, судьба, потому что в советское время строили с большим запасом. Эти резервы сегодня не востребованы, они являются тягостью для потребителя. Во всех абсолютно городах есть эффективные, есть неэффективные источники. И требования схем теплоснабжения, которые предъявляет законодательство сегодня, это добиться минимизации расходов. То есть по мере возможности оставлять дешевые теплоисточники и закрывать дорогие. Но поскольку все уже нашли себя в этой деятельности, у всех как-то там что-то сложилось, дорогие теплоисточники не желают уходить. Вот знаете, с упорством достойным лучшего применения, они цепляются за жизнь и хотят работать дальше. Везде, где бы мы не пытались проводить эту работу. И каждый раз находятся разные совершенно аргументы. Вплоть до таких, например, смешных, как, это не в Красноярске, как для сохранения социальной стабильности не нужно делать каких-нибудь переключений, а потому что может быть что-нибудь произойдет. Есть и такие аргументы. Но в любом случае это оживленная дискуссия, и она, этот период в жизни нужно проходить, и она никогда не бывает простой. Но это дискуссия на пользу или дискуссия ради дискуссии? Ну, наверное, кому как. То есть это зависит от результатов. На пользу кому? Если она заканчивается решениями, выгодными для потребителя, ну, наверное, она была на пользу, как и все хорошо, что хорошо кончается. Если же, как в некоторых городах, она не закончилась принятием схемы теплоснабжения, ну, наверное, она была не на пользу. Надеюсь, что в Красноярске, будем вернее, Красноярск оценивать с оптимистичных точек зрения. Но, смотрите, в публичном пространстве говорится о том, что документ, схема теплоснабжения, разработанная, представляет собой, я прямо процитирую, бизнес-план группы СГК по захвату рынка тепла и установление в городе фактической монополии одной компании. Вы знаете, я часто слушаю эти аргументы, изобретательности их авторов можно позавидовать. У меня есть только один ответ на этот вопрос. Наши конкуренты, которые производят то же самое тепло, что и мы, производят его по 900 рублей, по 1000, по 1300, иногда по 850. Мы производим его по 550, по 600. То есть мы производим в полтора-два раза дешевле, чем наши конкуренты. И я не вижу ничего плохого в том, если мы заместим дешевое тепло, дорогое тепло, простите, дешевым. Ну, совершенно не вижу здесь никакой... Считаю, что этот разговор можно проводить на любой площадке и готов его проводить открыто. Но смотрите, риск же, который существует, этот закон на экономике диктует, если появляется на рынке монополист, он начинает диктовать свои условия, в том числе условия с точки зрения тарифов, расходов и всего остального. Вы знаете, мы сегодня обслуживаем 75% Красноярска. Если мы будем снабжать теплом 85%, то я не думаю, что монопольное положение нашей компании на рынке Красноярска как-то изменится. Скажу больше, например, в таком городе, как Абакан, мы осуществляем 95% теплоснабжения. На Барнауле 90%. И мир не перевернулся, небеса не упали на землю, и мы не стали диктовать кому-то условия, отличные от того, что было раньше. Мы и сейчас монополисты. И наше положение монополиста никак не изменится. И вот у нас сегодня в государстве принят порядок, по которому определяется цена. Его определяет региональная энергетическая комиссия. Она как определяла, так и будет определять. Поэтому ничего не изменится. И согласитесь сами, увеличение доли нашей 75% до 85% вряд ли можно назвать серьезной монополизацией. Тем более, что по техническим причинам она все равно растянется не на один год. Смотрите, с точки зрения бизнеса, у вас есть 75% рынков в Красноярске. Зачем 85%? И вот в чем, это с точки зрения вашего бизнеса, и с точки зрения города, помимо тарифа, закрытия малых котельных, малых источников, которые есть сейчас. Зачем это вам, зачем это городу? У нас сегодня установленная мощность наших теплоэлектростанций более чем 3700 гигакалорий. Реально используются в морозы только 2200. Мы не дозагружены, не используются никак. Мы не дозагружены по теплу. Любое предприятие работает эффективно тогда, когда оно загружено достаточно сильно. И это задача, которую мы сейчас ставим перед собой. Если мы загружаем, как следует загружаем ограниченное количество теплоисточников, у нас нет нужды содержать большое количество разбросанных по всему городу котельных. И в целом система теплоснабжения серьезно экономит на затратах. И деньги эти можно направить на разные цели. Их можно снизить тариф. Можно наконец-то дать в теплосети те деньги, которые нужны для своевременного ремонта и замены теплосетей. Они у нас сильно обветшали, хочу вам заметить. Аварии, к сожалению, у нас прогрессируют. У нас обратная динамика, в смысле отрицательная динамика аварий. Это будет продолжаться долго. Поэтому альтернатива здесь одна. Либо повышать тариф, что не всегда возможно. Либо находить резервы внутри самой системы теплоснабжения. Мы сегодня нашли эти резервы. И этими резервами хотим, чтобы воспользовались в том числе и теплосети, и наши источники, которые тоже испытывают зачастую проблемы, и которые нужно содержать должным образом. Вот, собственно говоря, это и есть наше предложение. Но в том числе в публичном пространстве есть еще одна бурно обсуждаемая тема, связанная с экологией. Очевидно, что для Красноярска это очень болезненная тема. Мы находимся в котловине, все оседает, люди стирают пепел с своих машин каждое утро, и ТЭЦ находится в городе Красноярске. Вот есть отдельный том в этой схеме теплоснабжения. Что будет тогда? Есть резонное замечание некоторых специалистов, которые говорят, что раз нагрузка на ТЭЦ при закрытии малых котельных возрастет, значит, и объем выбросов тоже увеличится. Значит, первое. В схеме теплоснабжения дан анализ. Что будет, если... Консервативный сценарий, то есть без закрытия котельных. И что будет, если в закрытии котельных будет происходить замещение ТЭЦ всех остальных теплоисточников? Значит, через 15-20 лет выбросы в атмосферу при развитии города составят более 90 тысяч... В консервативном сценарии более 90 тысяч тонн в год. Если же замещение котельных с помощью ТЭЦ произойдет, то выбросы составят всего лишь 70 тысяч, то есть существенно меньше. Это происходит потому, что сегодня наши теплоэлектростанции, Красноярские в первую очередь, вырабатывают электроэнергию в так называемом конденсационном цикле. Что это значит? Мы сегодня греем Енисей. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 нагревают реку для того, чтобы выработать электроэнергию. И нагревают примерно 4 миллиона гигакалорий в год. Для сравнения, чтобы было понятно, много это или мало, всего мы отпускаем потребителю 6 миллионов с этих двух ТЭЦ, 6 миллионов гигакалорий. И 4 дополнительно к ним выбрасываем в реку. Речь идет о том, чтобы перестать выбрасывать, то есть греть фактически в пустую нашу природу и направить это тепло на квартиры. Мы не станем сжигать больше угля. Мы будем вырабатывать электроэнергию столько же, сколько вырабатывали, только будем делать это более экономично, с более высоким коэффициентом использования топлива. Это специфика нашей генерации. Этим отличается когенерация от котельных. Это ведь совершенно иная технология. Это вот эта магия, которая не всегда всем понятна. Действительно, там существуют нестандартные вещи, когда мы вроде как увеличиваем тепловую нагрузку, а количество угля практически не вырастает. Это еще причина того, что мы, теплоэлектростанция, можем существовать при тарифе в 500 рублей. Никакая котельная этого не может себе позволить. Ну а вот с теми выбросами, которые в любом случае останутся, люди живут, это выбросы. Безусловно. Знаете, вообще мы приветствуем разговор про экологию. Но я хотел бы, чтобы эта беседа носила более системный характер и не накладывалась на такую злободневную задачу, как схема теплоснабжения. Потому что у нас есть что рассказать. Производя одну гигакалорию, наши электростанции существенно меньше загрязняют воздух, чем котельные. Это первое. Но и здесь у нас есть предложение, как можно уменьшить выбросы. Они связаны с инвестициями, с деньгами. То есть нам необходимо в этом случае на год, на два повысить тариф, чтобы за эти деньги сделать какие-то, не какие-то, а вполне конкретные мероприятия, мы знаем какие, и снизить выбросы. Если это потребителю нужно, это можно сделать. Но для того, чтобы принимать такие решения для власти, может в конце концов для каждого гражданина, нужно понимать общую картину. Общую картину загрязнения. То есть кто вносит наибольший вклад. И я считаю, что раз такой разговор начался, было бы разумным его продолжить, но совершенно точно, в рамках отдельной дискуссии. Потому что иначе, для решения каких-то, кому-то нужно остаться на этом рынке, пускай там правдами и неправдами зацепиться, он будет использовать эту аргументацию, смешивая понятия и наводя, что называется, тень на плетень. Будет правильно, если власть, начавшуюся дискуссию, продолжит после принятия схемы теплоснабжения и проведет не одно специализированное мероприятие с привлечением серьезных экспертов для оценки воздействия на среду всех участников производственного и теплового процесса и с указанием возможных способов снизить это воздействие. У нас есть, что сказать, есть, что предложить. То есть и в случае чего программа может принять, если если не захочется это заплатить. Абсолютно. Я даже могу сказать, что и где это будет делаться. Мы договорились, что это тема специализированного разговора и отдельная тема. Но тогда поговорим про бизнес. Ведь некоторые ставят вину и говорят о том, что ТЭЦ зарегистрирована на Кипре, все деньги уходят на Кипр и ничего в Красноярске не остается. Все наши ТЭЦ зарегистрированы в Красноярске, налоги платят в Красноярске. А с этого года наша компания, которая была до 2015 года управляющей компанией, стала еще и собственником своих электростанций. Все активы принадлежат нам, сибирской генерирующей компании, которая тоже зарегистрирована в России. Но саммитет зарегистрирована в Красноярске. Мы зарегистрированы в Москве. Живем в Красноярске? Хорошо. А если предположить, вот схема теплоснабжения. 18-го мы проведем публичный слушатель. Как вы относитесь к тому, что публичные слушания вообще проводятся? Я считаю, что проведение публичных слушаний не отвечает своей задаче. Изначально это должно было быть обратной связью с населением. То есть население нужно услышать, люди должны прийти, рассказать. Но по факту, могу сказать, свои задачи они не отвечают. Это мера, которая, наверное, на сегодняшний день не очень эффективна. И она носит еще и рекомендательный характер. Носит рекомендательный характер. Администрация города вполне может принять абсолютно любое решение. А скажите, вот предположим... Извините, еще перебью, не совсем понятно. А как публичные слушания, там несколько сот человек собрались, будут принимать резолюцию? Каким образом? Голосованием? Да, видимо, да. Кто будет считать? У нас был опыт. Или кто кого перекричит, как в Греции, да? У нас в этом плане опыт есть. Да, Марганцевый завод, публичные слушания, несколько тысяч человек. Но скажите, а если предположить, вот пройдут публичные слушания, примут какое-то решение, затем глава примет какое-то решение, но утверждать будет все равно Минэнерго в Москве. А если там не утвердят эту схему? Ну, ничего хорошего не будет. Понимаете, завтра ни катастрофы не произойдет. Люди на это не почувствуют. Но для долгосрочной перспективы развития города это губительно. Понимаете, для того, чтобы... Город, особенно Красноярск, который строится и развивается, он должен иметь развивающуюся инфраструктуру. Прежде всего, теплоснабжение. А для этого это теплоснабжение нужно планировать в одном месте. Тогда можно... Это единственный способ, как избежать неправильных технических решений. Потому что иначе, лоскутным образом, планируя каждый застройщик, планируешь только свое, получает отсутствие единой мысли при проектировании. И очень быстро, через несколько лет, наступает просто тупик. Микрорайоны, которые обладают потенциалом для развития, не развиваются. Образно говоря, вот совсем уж по-простому. Там, не знаю, там микрорайон Солонцы-2. Через 10 лет он там будет стоять современные здания стекла и бетона. Торговые комплексы, жилые и развлекательные и так далее. Если будет принята схема теплоснабжения? Если не будет, то, скорее всего, это не произойдет. То есть там начнется какое-то строительство, возможно, где-то чуть-чуть построится, дальше остановится, и город хаотично будет развиваться, наверное, где-то куда-то еще. Заиграла музыка, у нас закончилось эфирное время. Следи, пожалуйста, 18 мая с вами приедем? Я еще не знаю, вполне возможно, что будет. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы. Еще раз напомню, что гостем программы «После новостей» сегодня был генерал-директор Сибирской, генерирующей компании Михаил Кузнецов. Увидимся с вами на следующей неделе. Омещание на канале ТВК продолжается.